Я абсолютно согласен со Светланой Александровной, что без микрофона звук живее, роднее и гораздо как-то так по-домашнему, по-семейному. С учетом того, что разрешили пользоваться девайсами, с учетом того, что мы находимся сейчас на берегу нашей реки, я хочу прочитать отрывок и стихотворения Твардовского переправа. Почему? Потому что, во-первых, Ясо-Кишиневская операция предусматривала и ложный плацдарм, и настоящий плацдарм, и то, что во время переправы и форсирования реки Днестр погибло очень много наших советских солдат. Но, с другой стороны, я хочу обратить то, что свойственно нам, и православным, и нам, славянам, то, что даже в тяжелую годину всегда находится место для юмора. И Твардовский смог в своем стихотворении немножко с юмором описать один из отрывков, который я просто помню по школьной программе, но немножко обращусь к помощи подсказчика. Под горой штабной избушки парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать, растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне. Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить? Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати. «Разрешите доложить, взвод на правом берегу жив здоров на зло врагу, лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросит, а уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, все, что есть перекалечим, переправу обеспечим». Положил по форме словно, тотчас плыть ему назад. «Молодец», – сказал полковник, – «молодец, спасибо, брат». «И с улыбкой и не робкой, говорит тогда боец, а еще нельзя ли стопку, потому как молодец». «Посмотрел полковник строго, покосился на бойца, молодец, а будет много, сразу две, так два ж конца. Переправа, переправа, пушки бьют в кромешном две, бой идет, святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле». «Оперативность работала на нашу первую просьбу, отреагировала, поэтому мы поем без микрофона, голос устаточно громкий». «А вот со зрением, а там можно делать все так, чик». «Только очень жди, жди, когда наводят грусть летние дожди, «Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут». «А я про что?» «Позабыв вчера». «Жди, когда из дальних мест писем идет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». «Жди меня, и я вернусь, не желай добра, всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спешу». «Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня». «Как я выжил, будем знать, только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой». «Отключайте». «Я просто в прошлом году его читал, но дважды забывал я по бумаге». «Отключайте, может быть, молодцы, все». «Еще, пожалуйста, желающие». «Слушайте, ну для того, чтобы все-таки немножко перевести эту тему...» «Алло, перевести эту тему немного о фронтовой. Все-таки мы говорили о том, что стихотворение можно читать о жизни, о любви, о войне. Это то, о тех вещах, о которых читали в 44-м году ребята на левом берегу Днестра. Поэтому для того, чтобы немножко раздавить эту тему, я прочитал одно из любимых своих стихотворений. Автор и известный российский поэт Пастернак. Следующие стихи. «Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде, И одиночеством вчерашним полно все в сердце и природе. И вот мы здесь с тобой, в старушке, в лесу безлюдно и пустынно, как в песне, Стежки и дорожки позаросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью Глядят привинчатые стены. Мы брать преград не обещали. Мы будем гибнуть вдохновенно. Мы сядем в час и станем третьим. Дес книгует и с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Еще пышней, бешабашней шумите, осыпайтесь листья, И чашу горести вчерашней с сегодняшней тоской привыстия. Привязанность, влечение, прелесть. Рассеянца в сентябрьском шуме, Заруйся вся в осенней шелест, Замри или о полоумии. Ты так же сбрасываешь платье, Как осень сбрасывает листья, Когда ты падаешь в объятиях, В палате шелкую кистью. Ты... Ты гибель... Ты благо гибельного шага, Когда житье тошнее недуга, А корень красоты отвага, И это тянет нас друг к другу. Спасибо. Стихи любви. Пожалуйста. Моим любимым поэтом является Сергей Есенин, И сейчас я хочу прочесть его стихотворение «Письмо к женщине». Вы помните. Вы все, конечно, помните, Как я стоял, приближившись к стене. С волном находили вы по комнате, И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, Что вас измучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел катиться дальше, вниз. Любимый, меня вы не любили, Не знали вы, что в сомничью лицком Я был как лошадь. Загнанная в мыле, Пришпорьяная смелым ястоком, Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развороченном буре быть из того и мучилась, Что не пойму, Куда несет на срок события. Лицом к лицу лица не угадать, Большое видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь, Корабль во плачевном состоянии. Земля-корабль, но кто-то вдруг За новой жизнью, новой славой В прямую гущу бурь и в юг Ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой Не падал, не плевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, Кто крепким в качке оставался. Тогда я по дикий шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, Чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, И я склонился над стаканом, Чтоб не страдая ни о ком себя сгубить. Пугарил, пьяным. Любимая, я мучил вас, У вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами на показ себя Растрачивал у скандала. Но вы не знали, Что в сплошном дыму, В развороченном буре Быть из того и мучаюсь, Что не пойму, Куда несет на срок соприться. Теперь года прошли, Я в возрасте ином не чувствую, И мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином Хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь Я сообщить вам чусь, Каков я был, И что со мной осталось. Любимая, Сказать приятно мне, Я избежал падения с кручей, Теперь в советской стороне Я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, Не мучил бы я вас, Как это было раньше, За знамя больности И светлого труда Котов идти хоть до ла-манша. Простите меня, Я знаю, вы не так. Живете вы с серьезным, Умным мужем, Что не нужна вам наша маята, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, Подпущий обновленный сень, С приветствием, Восполняющий всегда, Знакомый ваш, Сергей Есенин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я в бендерах люблю И осеннее золото, И зеленую киписть Та звона весны, И седую историю Этого города, Эту крепость, Хранящей вид старины. Здесь когда-то Земля сотрясалась от грохота, Здесь когда-то Восторженный Пушкин бродил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Иосиф Броссов, конец прекрасный. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что искусство поэзии Требует слов, Я один из глухих, облысевших, Угрюмых послов, Второсорта державы, Связавшейся с этой, Не желая насиловать собственный мозг, Сам себе подавая одежду, Спускаюсь в киоск За вечерней газетой. Ветер гонит листву, В этих грустных краях Щи эпиграф победы зеркал, Присадей звелуш порождает Эффект изобилия. Даже воры крадут апельсины, Амальгаму с гриля. Впрочем, Чувство, с которым глядишь на себя, Это чувство забыл я. В этих гнусных краях Все рассчитано на зиму. Сны, стены, тюрем, пальто, туалеты, Невест белизны, новогодние напитки, Секундные стрелки, Воробьиные кофты, И грязь по числу щелочей, Куританские нравы, Белье, В руках скрипачей, Деревянные грелки. Этот край недвижим, Представляя объем воловой, Чугуная свинца. Обалделый тряхнешь головой, Вспомнишь прежнюю власть, На штыках и казачьих нагайках, Но садятся орлы, Как магнитно-честную смесь. Даже стулья, плетеные, Держатся здесь, На болтах и на гайках. Только рыбы в морях Знают цену свободе, Но их немота вынуждает нас Как бы к созданию Своих этикеток и каз. И пространство торчит Прискурантам, Время создано смертью, И нуждать в телах и вещах, Свойства тех и других И ныщет в сырых овощах. Хочет в небе, Хочет в небе, Жить у богу свершений, Имея возвышенный нрав, К сожалению, трудно. Красавицы платья затрапить И что, что искал? Они новые, дивные, дивы. И не то, чтобы здесь Слобачевского твердо блюдут, Но раздвинутый мир Должен где-то сужаться, И тут, тут конец перспективы. То ли карту Европы Украли агенты властей, То ли пятерка шестых, Остающихся в мире частей, Чересчур далека, То ли некая добрая фея Надо мной ворожит, Но отсюда бежать не могу. Сам себе я наливаю, Как горы, не кричать жестоко. Да чешу катапея, То ли пулю висок, Словно место ошибки перстом, То ли дернуть отсюда По морю новым крестом, Да и как не смешать Пьяный глаз, Обалдев от мороза. Кораблем Все равно не сгоришь От стыда, Как и чел на воде Не оставит На рельсах следа Колесо паровоза. Зоркость этих времен Это зоркость Священ тупика, Не по древу умом Растекаться Пристало пока, Но плевком по стене И не князя Будет динозавра. Для последней строки Не вырвать У птицы пера, Не повинной главе Всех и делал то, Что это пора До зеленого лабра. Большое спасибо за приглашение. Спасибо за то, Что дали возможность Тоже что-то вспомнить. К сожалению, И к стыду Не совсем подготовился. Хотелось бы рассказать, Но Не хотелось бы просто В тяжелую такую атмосферу Погружаться через Кобзаря, Потому что Одиннадцатому псалму Мы, Боже, мылое, Кто мало святых, Люды на свете стало. Оно такое, Немножко тяжелое. Поэтому я на прощание Хотел бы рассказать Любимое Детское сектурение Программа Первый класс Средней Общепрозывательной школы. На первый снег Взглянул щенок И ничего понять не мог. Откуда столько белых мух Набилось нам во двор? А может это птичий пух? Летит через забор. Он пасть открыл И снегу хвать И стал задумчиво жевать. Жует, жует, Ну вот беда. На языке одна вода. Совсем сконфузился щенок И в конуру обратно лег. Он был не глуп, А просто мал. И снег впервые увидал. Спасибо. Доброго вечера. Я вспоминаю, Брали интервью у великого актера Зельдина, который вот исполнил 100 лет буквально. И он вспомнил слова Владимира Набокова, который прочел тому, кто у него брал интервью и сказал, что это его молитва. И попросил всех остальных эту молитву выучить и читать самим себе. Звучит оно следующим путем. Нас мало. Юных, окрыленных, не захлебнувшихся в пыли. Еще простых, еще влюбленных в улыбку детской земли. Мы только шорох в старых парках. Мы только птицы, мы живем. В очаровании пятен ярких, в чередовании звуковом. Мы только мутный цвет миндальный. Мы первопутный снег. Оттенок тонкий, отзвук дальний. Но мы пришли в зловещий век. Навис он грубый и огромный. Но что нам гром его тревог? Мы целомудренно бездомны. И с нами звезды, ветер, бог. Спасибо. Друзья, смелее. Смелее рождайте в себе. Пару строк без микрофона. Слышно вы? Николай Старшинов. Отброшены мальчишества замашки. А жизнь, она по-прежнему ярка. От березны раскрывшейся ромашки. До синевы граненного штыка. И память восстанавливает властно на чистоту с тобою, Говоря и тех, кого обидел ты напрасно. И тех, кого не обижал, а зря. И кажется, что нет больнее боли, Чему видать краснее от стыда. Мозоль. Материнские мозоль. Ведь ты не замечал их никогда. И памятью прошедших дней полотна озарены, как солнечным лучом. И так жестоко, так бесповоротно, как в юности. И судят не о чем. Евгений Евтушенко, цветы лучших пол. Тот, кто любит цветы, тот, естественно, пулям не нравится. Пули — леди ревнивые, стоит ли ждать от них доброты. 19-летняя Эллисон Краузер, ты была убита за то, что любила цветы. Это было чистейших надежд выражение, в миг, когда безутешно, как совести тоненький пульс. Ты вложила цветок, держи мордово дуло оружейное, и сказала ей, что цветы — лучший пуль. Не дарите цветов государству, где правда карается. Государству такому одарок будет циничен, жесток. И одарком была тебе, 19-летняя Эллисон Краузер, пуля, вытолкнувшая из дула твой цветок. И пусть все яблони мира не в белое в траур оденутся. А как пахнет сирень, но не чувствуешь ты уже ничего. Как сказал президент про тебя, ты — бездельница. Каждый мертвый бездельник, но в этом ведь вина не его. Встаньте, девочки Токио и мальчики Рима, поднимайте цветы против общего злого врага. Дуньте разом на все одуванчики мира. Какая великая понесется по миру курга. Собирайте цветы на войну, покарайте карателей. За тюльпаном тюльпан, за левко он левко и вырывайся от гнева из клумб своих аккуратненьких. У глотки всех лицемеров заткните корнями с землей. Ты опутай жасмин, миноносца в подводные лопасти. Залепляя прицелы, ты блин за отчаянно в песе репей. Встаньте, лилии ганга и нивские лотосы. И скрутите винты в самолетах беременных смертью детей. Розы, вы не гордитесь, когда вас продадут пободороже. Пусть приятно касаться девической нежной щеки бензобанки прокалывайте бомбардировщикам. По дыне и поострее тростите на стеблях свои щипы. Собирайтесь цветы на войну, защитите прекрасное. Затопите шоссе и проселки, как армии грозный поток. И в колонне цветов и людей встань убитая, Элисон Краузер, как бессмертник эпохи протеста колючих цветов. Мое стихотворение там любит поглядается и в средних письмах женщине. Но если о женщине, то я прочитаю стихотворение самой великой женщине, любимой в моей жизни, это о маме. Татьяна Дюкина. Прости меня, мама, за грубое слово, за глупость, за дерзость, за хамство. Прости, прости, повторяю я снова и снова. Прости, и грехи все мои отпусти. Я взрослая стала, я все понимаю. Я выплакать слезы готова твои. Глаза снова в небо сейчас поднимаю. Тебя обнимаю, и ты обними. Прости меня, мама, за позднюю совесть. Прости за холодное слово и жест, за снежные зимы, за длинную повесть, за ливень вовремя и за протез. Прости, что не смела сказать это раньше. Прости, что сейчас это все говорю. Люблю тебя очень, безумно, без фальши. Твой образ навечно в душе сохраню. Ты, мама моя, навсегда молодая и лучше себя в мире нет матерей. Я знаю, простишь нас, детей ты ругай, а мы не закроем открытых дверей. Молодец. Как вы сейчас почитаете стихополение о ветеранах, которым мы очень благодарны. Которым мы шли. Пусть вам микрофон. Я почитаю стихополение о ветеранах, благодаря которым мы живы и которым мы очень благодарны. Слава ветеранам. Сколько лет уж прошло с той поры, как горела земля под ногами. Многих нет ветеранов войны. Но мы помним о них. Они с нами. И листая альбомы в семье, вдруг заметит нечаянно кто-то. Претоилась война в уголке. Повяжу, тревшим от времени плота. С фотографией с улыбкой глядят. Те, кто жили своей, жизни своей не щадили. С тех далеких жестоких боях от фашистов страну защитили. Непомерднет их слава в сердцах. Укрепляется память с годами. У народа жизнь будет в веках. Тот, кто бился жестоко с врагами. Аплодисменты.